Субтитры создавал DimaTorzok Пока что, я думаю, можно заработать невеликую обвеску на початку. В Косбасе стало ходить памятное заняток по постной истории, как у меня же это цикл. В 14-15 червня будет отбываться семинар, где уже на практице научатся принципам властно-историчной интервью Я уже в подготовке специалистов, приезжая в Германию специалистов по постной истории. В этом все, я уже в основном архивов сны истории, это сайты, которые я вам рассказывал. То есть, каким занимается Олес Миленчук и рынок. Я, в принципе, на фон эту информацию поставил из полки культуры не встал, но, в принципе, корень-то вытекален, поможет и в Косбе ей уже проанализовать. Ну, а сегодня о скотчных занятах уже, вот он-таки. Ну, так, уже решили сократить, покой-таки менять справа затернулось, уже летом на дворе, и тому, в принципе, такое было принято решение все-таки лето покинуть не каникулы, а сегодня, когда уже завершить двость. И, в принципе, два для них истотные и важные питания, они ведут справенности с ними за один заняток. Покрышим, это принципы будовництва национальной экстерографии, которую мы с вами проведем уже на конкретном материале навык генезиса Пухаркова походжения в основании белорусской экстерографии. И, другое, это мощность описывания белорусской истории в широчие контексты региональные. То есть я в заводе досыла на дистанционную платформу два текста. Один из них – это глава монографии украинской историки Георгия Кусянова. Распитал монографию, так и корень не вышло. А, это все точно? Что? Да, 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 да. Про сравнение украинской и белорусской экстерографии. Он читал. Читал ведь и не читал. А, ну, хорошо. Вот. И другой текст – это артикл по-немецкой истории Кошенко про ментальные регионы и, наоборот, про принципы контурной географии на приходе, там, будавницкого регионов в Европе. Вот я думаю, что этот артикл так само не тяжковатый для воспринятия, а где, когда пробраться, про льготы, он жматоччем помогает разуметь, ну, как, наоборот, выбудовываться эти регионы и, мол, наоборот, все-таки, ну, штучность вот таких процессов. И потом мы с вами попробуем разобраться с этими оригинализмами уже на материале снова же белорусской истории. Таким челом, пошли мы с национальной экстерографией, то есть та тема, которая близкая и актуальна для кого, потому что вы можете узгадать, что еще с початку 90-х стало активно усердно за тема, что вот белорусам нужно обновлять, побудовывать национальную экстерографию. И, в принципе, с этого часа ведутся одно уже хорошее спрыжки, ну, на каких подставах это делать. Ну, та концепция, такая была пропонувана Микосем Бичом в 1993-м году, и она, в принципе, стала таким у неких ступеней манифестом, которые были приняты больше, широкой цепальности историков, но некая консенсуса сирот историков Беларуси не назирается в зависимости от того, каким чином ставится до истории Украины. Потому что некоторые различают, что, например, сам этот термин представляется школьным, некоторые различают, что национальный историограф укладывает шмат обиживания на свободу историка на подоходы до пресс с материалом. Ну, если вы владели текст Касьянова, то он, в принципе, критично ставится до национальной историографии. Не потому, что он прихильник пророссийско-пансоветско-то национальный источник подоходов или это, ну, такая критика на очень очевидном именно этой Украине, где очень тесные связи с заходными Украинами, потому, что заходы перерлились в историю Украины, они как раз шли именно с Захода, то есть историков, которые занимались в Украине, жили, прессовали в Заходе и переважно были не с эмиграцией, потому, что ревизионистами выступили именно украинисты, которые не были украинцами по походжению, что придало им мощность не дистанцироваться от того материала, с которыми они работали. Например, Марк фон Гаген, который написал артикул «Украинская история», которая была повликована в «Слава краю» в 1993 году стала снова черговым манифестом либеральной критикой национальной историографии. Чем мощнее становилась национальная историография в Украине, тем больше развивалась такая критичная визия. На Беларуси, на жаль, такого не случилось, как у нас за некоторых политических помещения в процессе написания истории фактически была политизация истории писания. То есть утверждались некие конфронтационные лагеря, которые вовладают правильным видом истории, они основываются на политических принципах. это немного преодолевает металлические критики властных подходов. Поэтому сейчас для беларусской истории это тяжелое вопрос, как инкорпорироваться в свет контекст, потому что с этими подходами, которые происходят беларусские историки, это заработать достаточно тяжело, потому что все больше и больше идут разыходы, потому что наши историки производят в одной конве, а в заходе уже заходят из абсолютно инших принципов и качественных арендеров. К тому все таки есть потреба разобраться с тем, что такое национальная историография, и мы это попробуем заработать до походжения генезиса, то есть разгортывание национальной визии истории, как это бывало по 19 столоте. то тогда попробуем с Вами обновить ключевыми элементами национальной визии истории, на чем она заслалась, с чего она начинается, какие у Вас есть пропаганды? С национальной, с словом национальной, не в истории а не национальной, а национальной т.е. с индивидуальные объекты национальной народной национальной группы национальной но национальной цивилизацией, которая у нас для концепта национальной народной но факт что То, что мы сейчас разумеем под Насой, то есть Наса это некая сапойная всякая молодая историум наборных характеристок. Такие, звичайно, относят огульную мову, некую территорию, которая заселяется там, плюс сапойное походжение, огульное минулое и, снова же, некий набор качественностей. Ну, это такое классическое значение Насы. То есть, таким чином, под национальной историей Раки, тогда мы разумеем историю Насы, некой сапойности. С другой стороны, когда мы вернемся в начале 2019 года, это те часы, о которых вам рассказывал Игорь Бобков, то мы с вами, в принципе, уже одна из этих лекций. Так самое, и из меньших видов, можем очувствовать, что, в принципе, это не было. Уставило консенсусу, что такое Насы, так? Белорусы, как народность. И тому, в принципе, спробы неким чином, то есть, то, что можно отайсамить, как передвестние национальной историографии, некие первые спробы про легомоны, то есть, до того, что потом выигрыш-то резервиса национальной большей истории, это были, скажем, спробы интеллектуальные, людей, ну, а можно докладнее сказать, велинской профессоры, по вести, размежевания помеж историей, как бы там, своей сапойности, какая по коль, что, в принципе, ведьметьмяна это и составлялась, от Боляков и от российской культурной просторы. Ну, это, наверное, первые имена, как Игнат Данилович и Михаил Бобровский. Ну, я не знаю, там, вам Игорь Бобков про их восприятие, нет? Да. То есть, подчас, это курсы. Ну, тут, на самом деле, существует несколько версий, интерпретаций каких-то персоналей того, что они работали. Ну, одразу знаю, что все это ассородие, которое подразовалось в Велинском университете, оно имело просто окресленные социально-демографические характеристики, можно сказать. Это все были выходцы из университетских семей, от Белосточины и родинщины. То есть, и вот. И вот. И с на этом, и с ученома-отверсий, дляauf Алантии, чему, например, вот именно вот, именно вот эти люди, смогли на начале 19-го, 100-го года, вот, заразуметь, что они не католики и не православные, что они, вот, не належат ни до польска ни до российского культурного шара. потому что они жили на самой меже между всеми этими ареалами и уже по своему походжению университетские профессоры, которые проживали в поисковом университете они снова вымышлены были постоянно обратиться до питания своего походжения и вот именно этот народ они снова начали активно друковать письмовые и юридические книги в часах Великого князя Литовского пропандовать мову этих часов но, правда, опять же, по всей складанности поскольку они не завсюду называли ее белорусской, то есть они могли называть ее старорусской, альбо просто русской и опять же, состоит в складанности самоидентификации этих людей потому что зараз мы об этом все ведаем, кто мы такие а для Пчатки Великого князя Литовского это была, скажем, великая проблема для людей вызначиться в этом плане и, снова же, когда брать письма украинцев, то и Бобровский, и Данилович они по-разному себе обозначали по-разному себе обозначали те-то, как Литвины, те-то, как Белорусы а Данилович, когда он в решти разъехал просывать на Украину то стал себя называть украинцем и уже влился в украинскую национальную справу ну, тем не менее, это была такая некопешная проба вызначить на своих ручей процедуру обмежевания ну, это не ход ну, это не ход ну, до речи я бы сказал, что это базовый ход потому что, ну, вот, коли взять там все теории додышности они кажут, что они базуются, в принципе на одрознении от инших, так? то есть мы можем вызначить, кто мы такие коли мы бачим никаких инших а таких мы отчупаем себе одрозны коли сидеть и пить из кухля пива у поколи, да? но, а вось, коли робить историю и история ну, так же что? да ну, тем не менее это из ародов просто причал ну, уже свою отметность выбудовывать праз вертань до традиций, так? то есть до мобы статутов до, скажем незалежной юридичной традиции восьми наветать бы там ну, своё право и своё моба это вот ну, были предметами некой такой самостойной историчной традиции и ну, и есть там сверчини, что они включили нам будовыть некие политичные проекты расслабления ну, уже, обновление Великого князя Литовского как ну, самостоинно державного вторения в белорусской традиции будование баррикадов якое якое стоит на сегодня ну, значит мы такие вот всё правильно по ведности историчными традициями вот а то же ну, сам речь и вот а зараз уже калли отбываются некие реконструкции и звороты дают ясеротку то подоходы как я уже сказал ну, часом бывают демитрально протилемными так, наприклад Игорь Бабков у своей празы про генеалогию белорусской идеи визначают так, в принципе, початки незаходного русизма вот сейчас Олег Латышонок пише что это вот вот это початки белорусской национальной идеи и причем я, как бы, однозначно свое ослежение что белорусский национализм и он пошел в 8-й на вид это были пешие люди скажем так интеллектуально выступили ну, там с тем проектом такого уже потом оформился белорусский национализм усталой форме в конце 19-го статута в конце 19-го в принципе тут видим, что все сопережности которые нас проследуют на протяжении статута русской исторической традиции православной традиции и то что Олег Дернович сказал про византийскую традицию или что под тем опытом о наших местовых роялях другой половы оп. 3-й 19-го статута вылез оформлении законе русизма и 20-й 20-й важный аспект что необходимо для национальной историографии что-то должно быть историей Калибертаса для классических значений насы это сопровенность проживая на кресленной территории и национальной территории это очень важное значение для значения ментальности этих людей и тому как идут остальные спрыжки можно лечить габрионаций поскольку в территории то у них есть большие проблемы были с этим проблемы и у белорусу потому что если сказать про покрытие на территорию то на початке 19-й стаботе это было тяжко то есть это можно заработать про саттнографичные доследования например если выспетить ареал по ширине белорусской мовы но это было в середине 19-й стаботе то есть когда заходят с культурных и исторических традиций то есть например как территории назначались по великим князм белитовским то там мы видим размежевание частной территории белорусской державы на два культурных географических обшара это Русь и Литва и только исходная часть конца 18-го 19-го достаётся Беларусь а уже потом неделька с половы 19-го стаботе начала окопливать и ту участку историчной Литвы на какой насилиество разговаривало на белорусской мове это была вельми складанной и тяжким пытанием на против 19-го стаботе ну например один из таких фундаментальных нас таких фундаментальнейших празд на угол по белорусской историографии это на угол пешая история Беларуси как такая ну вы же видаете что-то за празд вот пешей истории Беларуси что-то за празд вы понимаете что вот тяжкий лес белорусской экстраграфии что на угол люди на профессионные историки как называлась пешая празд по истории Беларуси то есть ну вот именно эта книга какая называлась истории Беларуси могу подсказать 1857 год в данный я забыла и называлась она обозрение истории Беларуси с древнейших времен и написал я ее Осип Турчинович мы такого не виду ну в принципе когда полететь все таки историографию то есть именно уже историографию как описание исторических празд то это было первое монографичное по истории Беларуси проблема в том что она была написана на русской мове мы поведем например за раз все загадывают про ластовск потому что это первая история Беларуси которая была написана на беларусской мове а Турчинович написал свое обозрение на русской мове ну и в принципе в самой книжке там так есть шмат плоданностей ну али сама праздник она ну на уровне развития истории на той момент то есть автор посылается на муство праздник летописи с синтетичными праздник российских поисков историков ну и отодора наркота уже причинальник литовской историографии и он ведет шмат мобов и все это просто выкористовывает но с другого есть проблема как он означает Беларусь это раз и по-другому как он на углу выкористовывает для описания истории Беларуси поэтому в принципе он заработал шмачу рабочей но эта праздник не стала каноном эталоном национальной историографии она стала праздник перед этим как вы думаете как он означает Беларусь как он означает Беларусь как 19-го столетия Литва это исход не нет сейчас размежевывали Беларусь и Литву и ну скажу потому что Литва это не был отничный термин и он практически не тем кроме горстки литовских националистов которые писали про Литву уже как у отничного значения это было до 10-ти человек которые писали про Литву таким сенсом тогда Литва была католической и где жило смешанное балто-савянское насилиество и куда поторопляло по лезвию неполого территории Беларуси до Беларуси нет ну так в принципе так делили в 19-ом стороне такие монографии есть но он взял и в принципе если полидеть Токшиновича то он фактически означает это земли помеж депром 9 то есть это все что сейчас потрапляло у территории Беларуси и про историю этой земли это раз ну то есть есть проблема с территорией еще в середине 19-го того другое что он описывает эту историю не как субъектную в том плане что это история земли где живет нас это история земли где живет народ которые хотели бы жить аллеям проходят и заминаем то есть ну и Турчинович только описывает политичную историю то есть вот прошел некий князь и войны битвы и т.д. но нет не культурной не экономичной истории или несчастная земля потому что тут отбывались истоки войны истоки войнов а если рассказывать историю что она про войны то натурально это та основа что кроме войны ничего не было 1857 ну ты понимаешь и там пошла неких речь то есть ну потому что нового лета можно было 1857 надраковать историю Беларуси так она вышла по Санкт-Петербургу то есть прошла про Сита Сензеру а автор был до речи походе с католистской шляхетской семьи вот ну и его соправное имя то есть имя было дать иосиф так иосиф потом когда он отказался прессовать на службу у Российской империи то стал Осипом вот и книжку надраковал именно это как Осип а мы видим способливые реверансы когда человек пишет про то что некие войны про то что например речь воспалитой и московскими великими князями потом царами вот и он пишет про то что например этот войн починает с того что Россия взмаснела и захотела вернуть эти земли которые завсюду или почитать описание этой войны видово что симпатые авторы на боку в польских королеве написали их высокородность великие перемоги и т.д. а много критических стрел в блок российского блоку и несколько сторонок этой книги занимает описание той же Оршанской битвы 1514 года и при этом ни одной изгадки на угол прогунулись скупить то есть это еще история Беларуси среди 15 века таким образом это промежливый этап то есть когда уже собирается некий огонь нарратив который называется история Беларуси но он еще не является важными характеристиками то есть какими мы лечим потребными как его были ну и фактически национальная гистрография это уже когда мы видим как бы сполучение этих двух моментов яркости некого синтеза и коллизия является субъектностью истории национальной гистрографии со всеми необходимыми параметрами государственными государственными нет ну скажем держава случайно просто есть некая интересная идея какой повинна быть эта держава потому что просто так держава не является то есть например тоя самая республика Беларусь в 91-м годе б не было так скажем диску колы людей которые сказали вот нам потребна незалежная держава нехай бы они не имели бы никакого большого вплыва на развитие потей но они имели бы некое властное бачение которое можно было выгостить в крысинном моменте для развития падей просто все провозглашали независимость и эти провозгласили нас погнали не ну сначала бог укалиб застались субъекты Российской Федерации то есть и укалиб не было наприклад таких полу то у Российской Федерации беларусь не ходит а чему она не потрапила Российской Федерации потому что были спробы створить свои державы еще в 1918-м годе олег справа тем что это как сформировать термин державы когда у старых терминах государства можем сформировать новых терминов как форма самоорганизации социума социум Беларуси то есть в той территории он отрознивался от социума трупминия в России люди здесь объединялись некие агунные речи и как социум мог не сформироваться а лишь держава как форма самоорганизации с нее подсвидомость мы можем а когда мы можем мы поверили жить самостоинно а форму выбирают те люди которые в минулом году мы обрали некие ордены кирования и тому то, что люди хотели и могли жить по особам от инших то самое и ты кто принимал решение тоже разумели что как бы все перетворяются в национальной державе то чему мы можем от этого отказываться и номенклатуре это было совсем не 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 освободиться от диктата кремля создать свою свою город русскую а чем вернулся 15 ст для них это трагедия была они не знали куда печь сидели спать не 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 но фактически для всего 19 ст за все история во всех национальных руках ненавида для оправдания потребованием на строение властной державности то есть если бы не было властной историчной традицией то и претендовать на державность не имела никакого сенса и в этот час возникает приступов подел на историчные и историчные и науку училась и про это писал и маркс хенгис и шмат родных мысляров того что правы на властную державность могут иметь только те нации и которые уже имели свою державность в истории и не не миг и люди которые начали писать про национальную державность в минувшине не политичный ход а это подморок на кем можно побудовать политические сепаратистские на тот момент рухи и это в принципе очень важно как моментально политизировалась история Беларуси и в этот потенциал уже на таких пеших пробовал спорить канон национальной исторографии который был сделан уже разгаданным метрофоном донора заплески потому что именно его можно смело записывать как национальной исторографии вот ну и я маю на увазе учиться его артикул под названием «Белорусское прошлое» который был опубликован в газете «Минский листок» в некоторых номерах в 1878 году вот это посудности была рецензия на книгу российского администратора Пыпина но сама рецензия перетворилась в концептуальный артикул где были закладены весь подморок того видения истории которые мы имеем в частности первой формой державности на белорусских землях было Половское князство то и что белорусский этнос был панован у великим князь литовским то и что белорусы стали охвярами скажем внешнеполитичных интригов злостных суседев поляков русских князь что стало такой трагедией белорусской истории то что белорусы володают совсем иншими культурными и политическими традициями чем авторитарная арабская Московия в принципе вся эта речь была опубликована в газете «Минский листок» причем именно это с такими своротами арабская Московия и т.д. не терапевает то есть они 1878 1878 1876 18ipher то есть мы снова же мы видим вот на эти кубики которые собраны разом можно использовать обудовывать уже всю белорусскую национальную историю. Там еще, в принципе, у Дона Запольского были некоторые недопросовки. Например, великий князь Литовска называл литовско-русской державой, и уже потом Игнатовский вырос, что это уже будет литовско-белорусская держава. То есть, в принципе, основные моменты были закладены. И снова же тут можно сгорнуться до арты Кулакосянова, который получал некие присыповые характеристики национальной историографии. Давайте мы с вами зараз задаем их какие-то ды, проверим, здесь просовываются на упадку Донор Запольского. Но в этом плане, что все равно мы можем вернуться, дадю Бога, святытичного отвора по истории Белоруссии позднейшую часть, и до праз Лостовска, и до праз Игнатовска, и додалей. То есть, мы видим, что иные, фактически, наследуют идут по той же магистральной линии, которую продавал Донор Запольский. У меня вопрос. А вот как они состыковали вражду Полосского княжества с Литовским государством? То есть, в то же время между ними, как они объясняли? Молодцы все вражды. Никогда вражды не было. Полосского княжества с Литовским государством. Ведопись просто переполнена этими сложениями. Ни одного его вспоминания, какие переполнены. В принципе, нет. Это мешали туристам. Нет. Ну, когда он гадает про Турченовича, то его, с правдой, были такие конфликты. И он пишет про завивание. Но это не меньше. Ну, это как бы про то, что, благодаря высокой культуре, скажем, и развитию письменности, вот эти русские земли, те белорусские земли, там, в залежности от автора, они уже стали фановными у Великого княжества Литовским. А если, скажем, минавито их головную роль в ВКЛ, то это, в принципе, никто из историков в конце 19-го свободе не думал. То есть, мы можем, давайте, два слова напомнить. Значит, как показывает Довнам Запольский, вот это, собственно говоря, распространение, значит, литовской династии, на земле Беларуси. Он показывает, что, значит, весь этот огромный ареал, который был раньше, значит, княжеством киевским, охватывал, значит, когда-то были времена, так, значит, он постепенно стал дробиться. Значит, династия Рюриковичей была очень плодовитой. И началось, значит, но это действительно можно проследить и по истории Полоцка. Сначала Полоцк включал в себя Минск, потом поделилось Полоцкое княжество и Минское. И дальше произошло деление по сыновьям. Значит, в конце концов дошли до того, что каждая деревня чуть ли не имела своего князя. И это создавало для местного населения колоссальное затруднение. И когда появились, значит, вот эти западные балты, они не были литовцами в нынешнем понимании. Это не были литовцы современные. Нет. Современные литовцы – это восточные балты. Вот эти западные, значит, балты, когда они появились из этих лесов, еще, так сказать, малоцивилизованные, сразу же начался процесс, так сказать, принятия местным населением их власти. Поэтому особого завоевания не произошло. Ну, добро. Просто это особенный сюжет. Даже сами эти мелкие князья им уже надоело. Будем долго. Я думаю, что нужно на такой контекст неожмак разных типов. Вот это концепция Донор Запольского. Давайте тогда сберемся до основных арысов национальной историей Аравии. В этом плане я переехал на Чао Касяну. И тогда пробуем их проектовать, ну, на материал белорусских историков. Ну, давайте взкатаем. Вы же читали артикул? Читаю. И там же поровнание гестерографии. Белорусская правильность. Так. И он уже на початку артикула каже про основные арысы национальной гестерографии. То есть у него версия – это, хоть таки, скажем, навык не арыса, а заганная. То есть, мы пробуем подумать, что это, ну, может, и не заганная, это, ну, некие натуральные принципы, по каких организуется веда, когда заходит из некой такой, ну, ароматской и политической позиции. Я и другой. Я и другой. Ну, ладно, я попробую нагадать. Первое, что называют, это телеологичность. Да, 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 да. Что это означает? То есть, мета. Да. То есть, то, что история является собой шлях, ну, дань реализации некой меты, так. То есть, когда мы скажем про национальную гестерографию, то, вот, в следующем методе – это творение национальной державы. Так. И, соответственно, это проектуется назад в историю, и все некие кроки, которые пробились ранее, они как раз поднимаются уже именно с того, что они должны были вести, и ставили себе перезадачей, ну, вот, досягнение этой методы. То есть, снова же, когда это проектуется на некой середине вечера, то, во все-таки, там, вошел ковы за некие сепаратистские поглядя людей, что они кнулись до створения своей державности, то есть, там, ну, например, на материале Великого князя Велитовского, Республика Беларусь. Знову же, вошел ковы за там помкнение до развития властной мовы и т.д. То есть, и все это кладется по одинную, ну, такую схему до досягнение в ушейшем методе. Алексей, я как историк, хоть вы обновляетесь от этого, а сможете вы тут поставить знак равенства помеж темеологичности и метазгодность? По-российску целесообразность. Еще больше. Ну, я вообще не разумею, что такое метазгодность. Метазгодность, это, прежде всего, уже можно о том, некая рациональность, да? То есть, коли люди ставят, ну, особей некий метод своих денег, так? Я подкапываюсь под возгляд и тезис. Справдаем, что тут, ну, натурально, что люди ставят некие методы у своих денег, так? И, снова же, мы можем докопаться до мотивации учеников, людей у истории, так? Але, справдаем, что, коли теологичность, это про то, что человек реконструкции истории, так? Да, где, ну, навык не людям, а всеми, например, группам, этническим массивом, приписывается докладно прессивные методы. То есть, Миндовка стремился к независимому биланоксу? Вы не зрозумели мое питание, альбо вы не хотите на него? Ну, наконно, если бы не зрозумелось. Добрый, дякую. Я отказал, да? Добрый, добрый, добрый. Я просто удокладил вашу отказ. Далей? Какие еще характеристики им приводится к Касьянову? Сейчас скажем. Касьянову. Ну, во, одразу можно и шмат новое слово выучить. Который, может быть, что-нибудь объясняет. Касьянову требует смачить? Пробуем разобраться. Ну, давайте попробуем разобраться, что такое эссенциализм, да? А слово эссенция – судность. И что это означает отчинение до национальной историографии? Что есть некий субстрат, ну, как бы, материально зафиксованные характеристики, по яких можно вызначить наприклад межи, ну, нации. Ну, так, скажем про то, что у истории, есть такое протяглое постоянное иснование некой одного субстрата, который, ну, имеет докладные характеристики, так? И, если говорить про национальную историю, то это завсюду подоставится в центр нации, которая, ну, завсюду не существовала на протяжении 100 лет. На этом месте, как говорили? Ну, там звучали слово, и... Ну, там звучали слово, и... И, вообще, дружды была их там однольковая, так? Это они разговаривали на одной мове, так, дружды. То есть, они... Ну, религии-то могли начаться менять, конечно, так, когда про нам всю их там менталитет, да ладно, было однольковое. Ну, ну, уже, если бы там... Это проводится до многих аберраций. И вот тут, до речи, когда Кассиану поровнула белорусско-украинскую историографию, то явно подкресню, что социализм – это уже просто такая навала, хоть и для украинской историографии. где пишутся, правда, про двухтысячагадовое основание украинцев, и для... Это уже постоянно пункт делиши, которые уже просовываются, правда, все подручники и так далее, для каких там это украинство – это, ну... Отскивки. Ну, там еще есть и больше оригинальной версии, там, например, от рыбойской культуры и так далее, или это еще... Ну, там не меньше, как бы, вот это, в принципе, то, что Киевская Русь была заснована украинцами, это, в принципе, уже у него сомнений некое, я ее увлекаю. Вот там числили, в отличие от него. У него верят 50 миллионов. Чистая механизация. Ну, там не меньше, сказать про то, что великая князь Литовска была основана белорусами, это, в принципе, не меньше. Отсюда, отсюда, отсюда. Мифология – это выдувы. Кстати, украинцы составляли... Белорусская интерпретация пара. Ну, так. Ну, дальше я верю все равно великая князь Литовска непотребна в тяности. Так, далее. Что и с чем? Этноцентричная центризма. Личность. Да. Ну, тут требует подломачить крыку, потому что Косяма в поле, ну, крыку не договорная. Но уже, коли мы говорим про национальную историографию, то это не только история нации, а за счет это история территории. Так. И стоит такая, скажем, некая дивная для меня особистая речь, что пусть к этой державной межи сучастной Украины спрямляется, як некое святое, ну, якое одинное, ну, повинно обмежевывать горизонт досетчика. То есть, тое, что потрапляя зараз в территорию Украины, ну, становится, скажем так, одинной площиней, якою там варто займаться. То есть, тое, что уже туда не потрапляя, оно уже, в принципе, ну, не вартое, оно уже досе до него. То есть, это повинен займаться в тосте инши. И отрамовываться так, что, ну, любые державные межи они приспештушные, да? Мы с вами, ну, да, наведаем, что там, ну, вот, по некому решению Сталина там взял там, отписал Белосточину Республики Польши, ну, поиска народной республики, все дошло. То есть, ну, это ж не... У тех, кто шел до Украины и Крыма. Да, до Украины и это долет. То есть, шмат выпадков, ну, в принципе, есть натурально, что некие территории, где есть, ну, окресленное этничное ядро, так, а ли, ну, знову же, шматки в помежной территории, которые проходили от одной державы до иншей, их до долетей. То есть, сегодня они дань сюда платят, а завтра дань туда платят. И, знову же, вот, цикало заварить, что, такая, скажем, докладная фокусировка именно этой территории, она отбивается и на исторических прасах. Коли поглядите, например, короткую историю Беларуси, у вас, в Ластовске, то и он у территории Беларуси залишивая и смоленские земли. Потому что, ну, это было, когда написано, 1905-1906 год, когда написал это, и публикается в Ластовске. Вот. И он, расповедая про смоленских князев, и про всю эту историю. А коли бачим, что уже, наприклад, у Игнатовска, и кипиша, короткий народ истории Беларуси уже в СССР, коли смоленщина стала уже участкой Российской Федерации, то он уже историю смоленщины и не описывает. То есть, это уже не история Беларуси. То есть, и вот, саправды, и сновидящая, скажем так, апеллясия до страченных земля. То есть, вот, ну, наприклад, для беларусов, там, Вильнющина, Смоленщина, Белосточина. А почему это самосензура? Ну, самосензура, а я вот, я не знаю, что при всех, скажем так, закликах вернусь в наши исторические земли, это, звичайно, просто заклики, яке, ну, не ведут за собой, наприклад, до выучения истории этой земли. Она все равно застается, скажем так, за межами историографии. То есть, наприклад, коли выучается историей Вильнии, то только выключено успехе того, что там был некий беларусский национальный рух, там сидели, там, христианские демократы, там, из всех, то есть, и так, те, как у ранее там была редакция нашей Нивы и т.д. Вот участок, ну, в принципе, сама история Вильнии, у нас остается там, ТРН-когнито, практически для любого беларуса. Но уже, этносентризм, да? Коли мы ведаем что-нибудь про Вильню, пчатку Летнадца в Стастооте. Что мы про Евэгеды? То есть, на сайте насилие? Центр развития Евгиз Кузьмите. Да, Центр развития в Беларуси. Али кто больше там мы про Евэгеды? Пчатку Летнадца в Стастооте. А вот ещё на сайте в горячей заработали на наши операторы? Мы можем узнать, что там жили Габреи, там было шмат поляков и т.д. Но что они там работали мы не знаем. Мы знаем только, что там работали белорусы. Белорусские осветники. И фактически отремовалось, что белорусские осветники не жили там из Ливана. Их было, в принципе, невеликое участок населения города. 6-7 осотков. Они были очень активными. А Ленинск просовничали с литовскими националистами. И уступали в дискуссии, уступали в взаимодействии. Были инициативы строения, обновления Вильямского университета. Обновления Великого князства Литовска. Они активно взаимодействовали с польской местовой интеллигенцией. Например, и Антон Лускевич и Василий Лостовский. Они выходили в масонские ложи, которые створялись с краевцами. Ну и шматище. И с Габреями были свои дочинения так же. То есть, фактически, это была складанная этнополитичная картина, в которой мы ведаем только один аспект, который был маркированный как белорусский. А ты попадаешь в Вильяме, а не знал же шмат, что можно перенести и на всю историю Беларуси 19-го столетия. Я вот думаю, если, например, Марк Шагал не стал светлым знакомитым, если его картины не продавали миллионами доляров, то изменяющий что-то на Вол, кто-нибудь про его сгадывал бы. Потому что его, ну, тяжко маркировать как белорусского, по больших причинам. И если бы он не стал светлым знакомитым, как бы он не стал брендом, на котором можно заработать на имидже, то он, в принципе, и не потрапил бы, напевно, в наш оккультурный канал. Потому что шмат чего, что отбывалось на истории, на территории Беларуси, например, в том же 19-м столетии, мы не знаем, потому что оно потрапляет до неких исторических традиций. Шагал еще не потрапил в нашу культовую канал. В Витевской области никто про него не видел. Где? В Витевской области. Я працую в Витевской области. Ну, это негативно. Словянский базар, война в 1812-м году. А Шагала никто не видел. Кто покупает какого-то корма вообще? Кто учился в школе или знает, кто так уж он в учебнике написал. Можно по телевизору про него рассказывать. Я вынуждена сказать, что часть студентов, которые иногда вспоминают Шагала, почему-то верили, что он человек квадрата писал. Ну, не вышел же далеко, правда? Не, ну вот, и на психологическом продвижении что-то подобное. Потому что я надеюсь, Аграмий, и молеющий за час приезжал и просовал в Витевской области. То есть, ну, так что тут, можно сказать, хоть это не Нина Робранко списали. Видите ли, Шагал потому и стал знаменит в Европе при всем его очень слабом рисунке и так далее, и многих, значит, недоставших в его живописи. Он потому стал настолько знаменит в Европе, что его картины пронизывает жуткая ностальгия по покинутому Витебску. И, прежде всего, конечно, не по белорусскому Витебску, а по еврейскому. Поэтому это чувство оказалось созвучным европейскому, потому что, значит, в это время в Европе происходят очень тяжелые, так сказать, катаклизмы. Я приспел на название как Витебску. Ты понимаешь, вот, дороже, я совсем недавно у Державного музея Мостовства Пушкина бачу картину Шагала. Ну, и меня был Аудайгид, я там люблю услугать про Аудайгид. Ну, со шматикой причиной, не только, скажем так, Мостовского знамочек. И там про Витебску докладно шло мало-таки ключно про российский город. Там ни слова про Беларусь. О Пятихвилинном шковиде про эту картину не было сказано. Так ладно, Витебск завсюду был маркированный як российский город. То есть, ну, и такие есть феномены символичные просвоения. Я видел европейскую мапу, где есть Беларусь, Минска не мапа, а Витебск есть. Ну, да, может быть, потому что за Витебску школу шагала. Чтоб больше был связан не с Вильнюсом, а с Санкт-Петербургом. И тут мы входим на еще один важный аспект национальной хистографии. Я снова же писал Крисяну про, скажем, эксклюзивность. Ну, это про меня, это про питание. Бо я хочу зараз уже подвести до опошни такого великого сюжета. Про, скажем, отнесение своей анасой до больших широтких исторических ареалов. В принципе, снова же, когда вернуться до артикула Митрохванов Донор Заплыска, у него уже можно найти маркировку того, что Беларусь належит до народов исходной Европы, которые имеют демократичные традиции, которые, снова же, отразнивают их, российской православной культурой, которая базуется на авторитаризме. А тут у нас было бы Магдебургское право, были Вечавые латы полуовским князками, то есть такие спродвечные по традиции демократизму, которые характерны, снова же, для европейской культуры. И то, что было бы написано в конце 19-х столетия, это уже стало просто некой аксиомой, в кругу позднее, ну, не кругу позднее, но, например, уже начало 90-х столетия, для того, что мы, снова же с вами, бачим такое постоянное сопредпоставление. Тито, Беларусь, это частка европейской истории. Тито, Беларусь належит до русского миру, до византийской традиции. Но, на мой взгляд, варто на угол разобраться с тем, что такое европейская история, ну, в плане того, что такое в значении Европы, как некой сопровенности, до какой належит Беларусь. Знову же, когда я вернулся до арты Кулашенко, який был опубликован, ну, вмещен на дистанционной платформе, то там шла мова про то, что само понятие Европы, оно менялось. То есть, и, напевно, самая важная риса того, что это не географичное понятие, ну, это географичное понятие, силы и богатство. И, снова же, вот, шанс приводит к тому, что это само понятие, оно пересовывалось, а где завсюду туда, где, ну, пересовывалась политическая улада, так. То есть, початку Европы это был полдень. Ну, например, это Италия, где находился Рим, где просветал гуманизм, и тогда, как бы, антетезой, ну, варваризму это был полночь, так. И, например, когда, когда дети считают, там, на вот, 17-го года, то Россия, например, для, на вот, для античан, это был полночь. То есть, независимо от географичных координатов, для того, что вот был культурный полдень и дикий полночь. Но мы видим, что 17-го года, то финансовые там всякие потоки перемещаются в Голландию, Нидерланды, в Англию. И, например, Швеция становится, знову же, таким, ну, геополитичным будьцом во всей Европе, фактично. Вот. И отримывалось, что полночь стал это ассамбляться уже не с дикостью и варварством, а уже он, ну, знову же, с роспитом. И тогда тормолвался, чтобы было знову же найти некий ареал, что, против которого можно было сопредпоставиться. И вот есть такая классичная праса Лары Гульфа, по находящей Усходнюю Европу, где он пишет про дённики подорожников, ну, вот, скажем, с краей там Франции, Англии и Германии, которые ездили в Россию, альбо Турцию. И он написал, как они построили Усходнюю Европу, как однослово створали, скажем так, оппозицию, культурно-роспиту и варварство. И таким чином, ну, фактично, сама спроба приписать себе до Европы, это, ну, скажем, это не географичная, скажем так, претензия, это поэтичная претензия. Это спроба, скажем, попасть у клуб богатых заможных краин. Вот, и, отповедно, как бы, за волосюлью выникает сладко, спокойно, как бы, вот та интенсия, какая закладывалась у прасы историков, такие пишут про то, что мы належим до европейской цивилизации. Ну, да, Кали пишет, что у нас европейская история, что у нас европейская культура и это далее. То есть тут, в принципе, ну, можно не чекляться до слова. Потому что мы начали все-таки был фактор отношения к христианству. То есть восточное христианство, западное христианство. Но все-таки христианство, естественно, так же, как восточная римская империя, западная римская империя. Поэтому, конечно, христианский фактор, он, как бы, постоянно давлял над умами и, значит, все-таки внушал людям, что они европейцы. Неа, ну... Ну, как бы, это, чтобы КЛ было погалшее государство. Это, может, для середневечных, правда, было актуально, так? Кали был христианский свет, документ, так? А лезно уже, кали вертаться до 18-го стаходе, про то, что пишет Оре Вольф. Например, подорожник едет там с Пруссией в Россию, так? И он, в принципе, персекает между этими державами, ну, по территории сучастной Польши, так? То есть там, и он не потрапляя с католистка, скажем, о православный свет. И он, в принципе, как бы, за одной католистка, хотя и на протестантской территории, переезжая на католистскую, а Ле, ну, вот, подионе-ка записано, и он сразу уже потрапляя в варварскую Украину, так? То есть он переехал в Межу, и все это вот, и он... Тут неважно, там, где-то христианское тень, то есть уже какое-то углубляет свое отношение. В политическом плане понятие Европы формируется действительно. Значит, как, значит, часть каждого государства осознает себя частью системы европейского равновесия. Это очень важное понятие, которое немногие знают. Значит, система европейского равновесия, она, значит, была связана с тем, что она помогала поддерживать, значит, суверенитет государств от завоеваний. То есть, значит, если одно из государств претендовало, значит, на гегемонию и начинало завоевывать другие государства, против него объединялись, создавались мощные союзы, и оно терпело поражение. Вот. И поэтому Европа все время осознавала свое политическое единство. Так или иначе. Хотя до определенного времени было две системы. Одна система западноевропейская, которая включала Францию, Германию, Британию, Италию и так далее. Другая система включала, значит, Польшу. Она ограничилась Польшей. Дальше шла, значит, Великое княжество Литовское, Московия и Швеция. Ну, еще Турция, там, значит, с юга. Вот две системы. Даня куда относится? Две системы. Да, Даня тоже вот эта восточная система. Безусловно, она к Западу не относится. Ну, правда, датчане завоевали Англию, но это уже эпизод. Понимаете? Вот две Европы было. Две Европы долгое время. И до сих пор мы ощущаем на себе существование двух Европ. Понимаете? До сих пор. Ну, для меня предпис подключая важна на некие культурные уявления про Европу. Есть такая ведомая приказка, которая уже до 1000 уже в исходной части Европы. Ну, потому что меже, конечно, вызначен складанно. Далее. Восьминная вещь – это правый принцип по значению межа в этой части Европы. Про то, что Европа заканчивается там, где починается исходная межа с соседом. Это для каждого. Так, так. То есть, для кожной – это вот… Кожная украина – форпость Европы. То есть, нужно. У нас не значит, что для Германии – это, как бы, межа с Польшей. То есть, уже… Польша – это вот… Восточный и Европа. Ну, на вот уже не Европа, так. Вось. А для поляков уже докладно, что… Литва. Нет. Беларусь. Беларусь – это Литва. Да, там складанные пытания. Ну, Литва – это просто на волосы. Сама по себе великая, головная боль для Польши. То есть, это… Ну, вот, докладно, что, как бы, там, межа Европы заканчивается на меже с Беларуси. А для Беларуси, вот, реально, что, вот, никто же из нас не… Лишит, что это вот, что Россия – это можно отнести, например, до Европейской Украины. Ну, я скажу так, что, не больше для Литвы… Вернее, не Литва для Польши, а Польши для Литвы. Казахстей – это не может. Ну, я хочу, вот, обратить… Вернуть увагу на такую вот дзяву. У нас только приезжал по культуре, советник по культуре Чешского посольства Ян Чехов. Он сказал, что у Чешских университетов лечит Беларусь, Краины, Центральной Европы, а не Восточной. Я не знаю. Да, я не знаю. Может, что Европейская Суспольность науковой поражается с нами, что, на самом деле, по истории, по менталитету и по культуре мы больше належим до Центральной Европы, чем Восточной. У меня в свой час был написанный фиализмный артикул, скажем так, про теорию Центральной Европы. Миттель Европы. Миттель Европы. Миттель Европы. Миттель Европы. Ну, так, и про первые такие истории, потому что это, фактически, начиналось и у версии Фредджефа Ноймана, как Миттель Европы, Центральная Европы, то есть, как сфера немецкого опанования. Вот. И, в принципе, тут Дудерыч так само потрапляла и Беларусь в свой час. Потому что, например, у часа первой Советной войны, там, ну, есть такая заседшая с Алена Волковой, она пишет про то, что в немецком минеральном штабе там ведали правосы Ноймана, и они вот опирались на то, как этот, вот Беларусь в причастике вот, вот, вот этот, вот, родок Миттель Европы. Вот. А потом, все с тем, что фактически, этот термин был подновлен уже в 70-80-х годы, уже, скажем, досидентским рукам у Чехии, на первых это вот Милан Кундера, у Польши, у Милоши, у Венгрии Дерць Конрад, что потом стало в вышеградской группе. Про то, что Центральная Европа, это Тея Краина, и Кея является СССР, зафёды культурно-сивилизационно належали до Европейской Капшару, Олег после Ялтинской здрады, то есть после подписания этой мирной домовой, и они потрапили под чужинский абсолютно коммунистичный контроль, да, и вот, ну типа, Европа здрадила своему СССР, ну фактически такие метафоры выкрасывались. Но мы должны иметь ещё один аспект, обязательно иметь. Можно по-разному относиться к цивилизационному подходу, который сейчас очень популярен в самых разных странах. Но в России цивилизационный, в России, куда мы денем Арнольда Туинбе, который в Англии является, так сказать, ведущим. Или можно просто, что уже осталось себе немало часа, и некогда уже ищем рано по цивилизации. Нет, тут надо в двух словах нести, значит, ясность. Почему? Потому что, значит, действительно, по-разному можно относиться. Я не являюсь таким горячим сторонником цивилизационного подхода, но совершенно ясно то, что существует локальная цивилизация. И западная цивилизация очень отличается от восточнославянской цивилизации. Восточнославянская цивилизация ближе, но очень отличается от мусульманской цивилизации. И так далее, и так далее, и так далее. И естественно, что Беларусь все-таки при всех ее, так сказать, пограничных, так сказать, свойствах, ну, множество конфессий разных и так далее, много конфессионаций, она явно относится к восточнославянской цивилизации. От этого никуда не дед. Понимаете? Это вы даже считаете. Какой считаем? Вся история Беларуси проходит через это. Считаем. Альбом, парадегму, да, то есть это, в принципе, уже не некие науковые свержения, это, в принципе, это, ну, светопоренное. То есть альбом мы относимся до восточнославянской цивилизации, альбом мы относимся до центральной Европы. Когда мы выбираем, что вот уже поставилось им некий, так, своего бэкграунда, там, неких, ну, своего выхования, то есть одно из этих позиций, и тогда мы уже усим по-иншему будем бачить историю своей Украины, да. То есть отчеркивать там некие анырисы, не завожать инши и так далее. И там, ну, ну, это просто, ну, когда мы скажем про Беларусь, северная европейская Украина, центральная европейская Украина, Типа, как час после неславянской цивилизации, это, ну, просто, ну, просто розная история Украины, на самом речи. Вот, нам опоят, в принципе. Мы глядем скончили, после этого починали. Мне поддаётся, что центральная Европа, как бы, как бы, как бы, так, ну, так, с близкость этого термина, тому, что свой час, и он был достаточно эффективно выигрышным, так, то есть конец 80-х годов, хваля бархатных революций, и, в принципе, гэта стала, скажем так, апелляцией до своей европейскости, и, саправды, было спринято серьёзно, так, эта Украина заключили, что, вот, они, как бы, там, нормальные, там, им были оказаны допомога, их досыть худко приняли в европейский звязь, там, в женскую зону, и гэта гд. Але, ну, в принципе, коли мы зараз свертаемся до гэта термин туда, просто мы уже, как бы, им днемся отдогнать техники, которые уже, в принципе, взъехал, то есть... Они уже и не рады, что приняли этот поезд себе. Ну, в принципе, не, ну, даже ещё... Ну, центральная Европа не такая, но уже, главное, более развязана, как, например, от Павневой окраины, так, то есть это, в принципе, зараз ещё больше-меньше стабильное... Ну, как Венгрию считать европейским, если они с Азии прискакали, так и остались Азианами? О, прискакали? Ну, молодец! Ну, я думаю, что в Венгрии, да, и подтремливаются абсолютно меньше его желания. Мы же слушаем тебя, хотя твои родители только вчера с дерево слизли. Почему вчера? Неделю назад! Так что, в принципе, все эти апелляции, как бы, там, до центральной европейскости, альбо на Олды европейскости, в принципе, сбоку белорусов, это нужно собрать претензии, так? То есть это неиспверждение, и когда европейцы с ними покончаются, то это, в принципе, так, ну, скажем так, добрые правила по воде, ну, то есть они там, ну, заправдают, ну, хочешь люди таким быть, то чему приняли, ну, ибо там их морально не подтремать в этих намерах. Но я думаю, что на самом деле все равно вот эти стереотипы, культурные географии, они заховываются и по раннейшему. И что, в принципе, по делу заходнюю Европу, исходнюю Европу, как нормальная Европа, а исходнюю Европу, как недоразвитая, остальная Европа, она по раннейшему состоится. И, в принципе, трэпоз... Прямо всех на них просто наплевать и думать о своей нации. Ну, можно на всех наплевать и думать по-своему, а ли что-то, да, ягденичать. А ли, проплюешься, проплюешься, так и денечить. Ягденичали, так и денечить. То есть в кого-то ужин. Прямо на приватную историю, это очень ошибается. Значит, рациональное зерно в том, что отчасти Беларусь является частью Центральной Европы есть. В чем тут дело? Значит, дадим определение Миттали-Европе или Центральной Европе. Центральная Европа – это группа государств или группа народов, которые, значит, по своему геополитическому положению находятся между Германией и Россией, и которые постоянно становились объектом агрессии, завоевания различных империй, либо германских, либо российских. В общем, все мы тут поможем, почем вертание до того, что писал Турчанович, так, то есть это наша земля, какая-то проклятая история, за все до кто-то приходит и вдвоем, и не масса объектности. Это может быть, тут есть свои проблемы с таким подходом. Субъектность образуется в результате того, что эти народы на определенном этапе своей истории сумели… Нет, подожди… …и по мере падения империи сумели создать собственную государство. Здесь были еще те критерии, я не описывал. Турчанович, я совершенно не понимаю. Европейское право, европейская технология приходили в Польшу на латинице или на европейских языках, перекладались на польский язык, потом этими ведами корыстались мы. Но ни европейское право, ни европейской технологии, ни европейская культура никогда не приходили в Россию ни в каком языке. К нам приходили. У нас… Греческий язык – это какой язык? Религиозных братств было больше, чем в Париже. Я думаю, что в нашей территории можно сейчас обеспечиться. Я уже пропоную налогу, вот, бы, усим этим закончить. Это потому, что ты, Алексей, опираешься на чушь собачью, которую написал… Я даже не смог опубликовать Георгия Касьяна. Георгия Касьяна очень много книг, только вот эта, да? Почему ты его не опубликовал? Потому что он здесь забыл. Алексей, вот она, вот она, вот она, историальная история. Короток, вот сколько я снорую, это вот так выглядит. Георгий Касьянов – это, в принципе, один из всех у меня думал про историку. То есть, это человек, скажем, молодые, резным авторитетом на запрет. Ну и здесь он запутался. Ну, в принципе, я думаю, что это правда, что этот текст, и он недосконалый. И, в принципе, мы с Георгия Касьяновым видим его перемогу на конту того мощности, что его все-таки вернуть до публикации. Но послушайте над тем, что нужно серьезно допросовывать. Какие сенсы, я буду допросовывать, когда человек уже давно живет иншими текстами. А где он живет? На Украине? Конечно, в Украине. Ну, свой час, и он несколько шесть лет, в принципе, просто жил в США, в Австралии и так далее. То есть, народные стипенды, стажировки, потом вернулись в Украину. Вот. Ты понимаешь, мне просто показалось, что там шмат текалых таких речей, которые можно просто взять и выконстать для нашей анализа. Это не говорит про то, что я, например, все тексты, только мои тексты, и, ну, просто критично ставится до того, что вы личите, скажем так, ну, не мы-то сгодны. Вот. Ну, я не веду, я тут подвесить рис, потому что курс на угол у нас закончился. Я не веду эти гувиен, чем все для вас корыстным, те, по спре-аутам, некому иншему подходу, ставлению до того, что и основало у минувости. Олег, поделюсь, что, в принципе, некое критичное бачение тех процессов, которые отбываются в антрепентальной сфере, вы можете отримать. Спасибо за внимание.